Всем привет! Меня зовут Евгений. Я Илья. 15 лет мы с Ильей занимаемся исследованием различных аномальных зон в Республике Беларусь. В рамках проекта Уфоком. Сегодня мы решили отойти от наших традиционных фотоотчетов в интернете, а показать вам самое настоящее видео из этих аномальных мест, которые мы исследуем. Отправляемся мы сегодня в Копольский район, где у одного мужчины в подвале произошел странный взрыв. Настолько странный, что говорят, здесь не обошлось без шаровых молний. Ведь этих огненных шаров в большом количестве видят на улицах этого населенного пункта. Ну что же там происходит на самом деле? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Либо это сжатый воздух, сжатый воздухом, либо взрыв безомолочного устройства. Но при взрыве любого взрывного устройства, технические какие-то ожоги будут в обязательном порядке. Он сопровождается высокой температурой. Нет и намека. Достаточно для создания такого эффекта 50 грамм трассива. Если в замкнутом пространстве, то обычно с двух сторон. То есть взрывная волна отражается с двух сторон. И итоговый вариант то, что получилось. Может быть, это ваш вариант, то, что банки не разбились. Ну, земля достаточно такая вот. То есть, может быть, и не разбились, потому что не состыкнулись, не удали друг на друга. Банки, я выставал, лежали плашня вот здесь, на уголке. Вот там камни, прямо плашня на камне. Даже если с такой высоты банка упала, представляете, что на камне. Волбис просто скатились. Или такое ощущение, что все-таки поставлены. Ну, как это может стоить. Вот, на этот первый взрыв. Да, потом проверил, думаю, подгнил стеллаж, не рухнули. Ну, стеллаж, видите, стоит он. И они лежали, где-то застряли, да? Да, да, да. Хаотично вот так. Как их подбросило и опустил. И те, кто туда полетело, да? Может быть, сюда скатилась одна. Вот так они лежали эти. Доски стояли на них банки. То есть, это нужна сила, чтобы поднять такой вес. Ни одна, ни одна наверху не было. Банки стояли здесь? Нет, ни одной банки не было. Все банки здесь. Я предусмотрительно не ставил наверх. Поскольку вот образуется весной конденсат. Ну да. Капает, и да, ну, не были ни в грязи. То есть, верхняя полка чистая, абсолютно была. Если взрыв не сильно, но все-таки отсюда. Опять же, только это опрокинуло, но это не достало. Вот смотрите, здесь, вот это осталось. Здесь банки не было. Ну, что еще в этом стране? Больше событий никаких не было. Больше никаких не было. Понятно. А вы в боевых действиях где-нибудь участвовали? В Афганистане? На Калкаре. На Калкаре среднее. Ну, вообще, очень интересное место в плане того, что в 2015 году у нас была уже экспедиция здесь, неподалеку, городок Грозово. Значит, мы там опрашивали людей. Ну, само название уже интересное. Возможно, связано с какими-то частыми грозами. И действительно, люди сообщали нам о встречах с шаровой молнией. И здесь, вот в этом дворе, было три контакта с шаровой молнией. В июне-июль 2000 года, вот в этом месте, там пень, пенек остался, росла большая груша, порядка 15 метров, старая, еще довоенная. Вечер, примерно 11 часов вечер, я затопил баню. Погода в этот, грозовая была днем, и, естественно, пасмурно вечером. Небо затянуто тучами было. То есть, в 11 часов я вышел из бани, и, проходя вот из бани в веранду, обратил внимание, что в груши большое яркое пятно, ну, в диаметре ориентировочное 25-30 сантиметров. Очень яркое, как прожектор. Ну, первое впечатление Луна. Я прошел в веранду, а потом сообразил, что никак на небе затянутом тучами Луны быть не может. То есть, минут через пять вернулся назад, уже не было. Утром, на следующий день, пошел в баню навести там порядочек, посмотреть. И обратил внимание, что труба металлическая. Вот сейчас там другая, видите, верхняя часть, там такая стояла труба, как верхняя часть. Вот на этом кирпичном основании. Она отсутствует. Естественно, труба металлическая улететь куда-то не могла. Рядом, вернее, внизу ничего не было. Когда я начал уже более внимательно осматривать, обратил внимание на крыше полукругом, большое рыжее пятно. И на крылечке. То есть, взял это пятно, это, ну, измельченный, сожженный, измельченный металл. Металл сожгли и пропустили через лестницу, через мельницу. Кроме того, что интересно, уже когда внимательно начал изучать, кроме так вот мельчайших частиц, которые измолоты были, отдельные фрагменты были, ну, порядка 2 на 2, 1,5 на 2 сантиметра рваные, такие, в виде фольги. То есть, тоненькие листочки в виде фольги. То есть, порвало таким образом, ну, труба, она же не может быть из фольги свернута. То есть, кроме того, что она вот мелкие частицы, россыпью, еще вот порвало в виде листочка вот эту трубу. Что меня поразило тогда. Вот здесь вот деревня Кель, Мазали, а потом Кель. И я знаю, что моя одноклассница, они сидели все вместе дома, и шаровая молния влетела к ним в дом. Я даже фамилию ее знаю, Юшкевич Аня. К ним влетела шаровая молния. Я помню, что ей родители сказали, что нельзя кушать, когда шаровая молния влетит. То есть, они уже прямо знают? Да, и они наблюдали вот эту шаровую молнию в комнате. Я еще спала, а мама зашла вот сюда. Она, скорее всего, вот так где-то стояла. Но розет, вернее, выключатель вот этот был. И вот здесь вот я видела большую вспышку, а я еще лежала на кровати. То есть, это было прямое наблюдение. Вот все, что я помню. У мамы был большой ожог на голове, и она даже лежала в больнице. Вот это я тоже. Нет, ничего, абсолютно ничего. То есть, шаровая молния ведет себя часто достаточно интересно. И есть случаи, когда шаровая молния, прилетая мимо забора, просто за ней устремлялись доски. С этого забора она выдирала доски, и доски устремлялись за ней. То есть, каким-то взрывом неясного генезиса, возможно, он произошел из-за образования шаровой молнии, ее взрыва. Но при этом этот взрыв, он нарушал многие законы физики. Я лично ничего подобного не припомню, когда в результате такого взрыва стеклянные банки, стоящие на полках, полностью оказались все на полу, но ни одна из них не разбилась. То есть, это действительно взрыв, который можно назвать аномальным, или, возможно, какой-то взрыв, который произошел в вакууме. И сложно сейчас даже назвать какие-то характеристики этого взрыва. Но то, что он был необычный, если это действительно он был, это однозначно. Еще интересный такой момент, на что можно обратить внимание. Неподалеку кладбище находится. Как раз здесь в понедельник похоронили женщину, родственницу этой семьи, которая жила в Академии. И на такой же глубине, как примерно находится захоронение, вот этот взрыв произошел в подвале. То есть, как мы видим, здесь подвал, кладбище находится там, примерно 600 метров до кладбища. И вот этот взрыв, таинственный метал, он произошел на такой же глубине, где находится эта женщина. Ну, это пока просто такие, как бы, мысли крамольные, можно назвать, да, для размышления информация. Как оно взаимосвязано, взаимосвязано. Есть ли гипотезы, что после смерти человек еще некоторое время видит окружающих и общается, точнее, пытается общаться с ними, но не может, конечно, вступить в контакт. Редактор субтитров А.Семкин